так сейчас смотрите немножко опять меняю тему вот эти фотографии это прекрасный сорт малины мне его прислал Латинков Латинков на том свете а его жена продолжает его дело Галя Латинкова привет если вы меня слышите вот и что я хотел сказать она попала в аварию тяжелейшую аварию наверное еще в больнице я не смог дозвониться она еще в больнице у нее переломы все кто ее знает звоните теребите спрашивайте чем помочь это я имею ввиду наш круг мы своих не выдаем так абрикос поздний филиппи его абрикос да в небес это уникальные сорта я сегодня ходил по саду и сделал даже небольшой фильм вот интересно мой брат выставил его а вдруг уже выставил сейчас тогда я вас позову знаете куда вот сюда но он мог не успеть я совсем недавно вернулся от деревни вот это мой канал о вот он ребята с одного железа о наличии чудо черенков потом я вас сюда приглашаю на свой канал здесь очень мало у нас 11000 это вам не 2 миллиона где учат убивать деревья вот то есть мы пока соотношение получается 100 к 1 1000 к 1 мы проигрываем но я воюю как могу количество афирма сколько у нас 3 или 4 тысячи о 3337 это я спрашиваю брата 3337 или больше тут написано 10 месяцев назад вот так мы и воюем я снял небольшой фильм часть фильма как батарейки сели вот и сделал первые выводы я отвечаю на ваш вопрос это не пусть фотография не совсем свежая вот это моя кухня это есть моя лаборатория других помещений у меня просто нет очень скромная жизнь хотя это черенки я поднимаю цену до 200 рублей ну с некоторым не особое отношение там другие цены а вот что касается количества я одно скажу у меня абрикосов кроме одного двух шартов хватит на всех и на всю зиму как это случилось у меня очень много молодежи мы так вот выбросили молодые побеги от метра до полутора причем абрикос а я потом вот нашел тут еще одну интереснейшую статью заставила набрал нашел там по некоторым этим отдельным ключевым словам и там то это наиболее написано абрикос вообще не нуждается в поливе а у меня этот год был особый вообще не было дождей енисей пуст вообще пуст смотреть жутко вода на 100 метров отступила вот так вот в середине русла так на 100 метров отступила от обычной границы вот 100 метров пустоты то есть это сух суши вот и что получается значит я подтверждаю старые взрослые там 15-20-30 лет на них практически просто нет или вот такие вот но мне много молодежь это меня спасает от банкротства то есть я их буду резать сотними и вам продавать более у меня не просто коллекция она уникальна это то же самое что мерседес и продавать по цене запорожца знаете разница башня запорожец вот так же я буду продавать хотя такие же черенки могут продать то и другое а там лучше в случае это будет как бы запорожца и вот я почему я сейчас это сказал абрикосами я отсчитался а я обещал что я именно здесь на вебинаре отвечу несколько паники хватит не хватит вырастили мои подморья а некоторые собираются на терм молодцы на лучу близкой к культурам воды а куда еще на лучу на сливу вот и у меня есть привитые абрикосы причем если теперь взять веточку это допустим слива которая привита на абрикосы это вот уже новое направление абрикос привиты на сливу новое направление персик привиты на абрикос персик привиты на сливу еще одно направление понимаете вот и получается что с абрикосом все будет нормально я схватился за голову груш неполного комплекта не будет позвонил чернобаеву у нас же сады дублеры одно и то же вот так сложилось дружба привела к этому и он говорит нет у меня ничего нет и все так же засуха и что интересно я не поливал он поливал а разница знаете в чем как нету мне это я банкрот мы с тобой хорошо зарабатывали на саженцах и ты без зарплаты да что я могу сделать приезжаю завтра я еду к нему вместе с камерой поснимаю может и были времена когда что-то редко я говорю два за одну то есть он отрезает две такие ветки вместо одной вот такой я кладу две а пишу как бы одна может быть какое-то количество но проблема будет с грушей с лесной красавицы это супер сорта проблема будет с грушей зимними проблема будет с грушей гиганты подмосковья ну лада у меня есть молодежь лада космическая космическая воронежская мраморная бессердная осенняя сейчас скажу осенняя возможно не будет молодежи нет места некуда садить стране нет места для лучшего сада осенняя не будет это что же супер сорта 7 не окна нарядных его будет тут фильмы увидеть просто увидите фильмы с левой так мало будет вот и черный абрикос будет потому что он почему-то не пользуется спросом там всем хватит яблони груши яблони так боятся если ты меня слышишь валерий садович я права классику если ты меня слышишь ты мне сегодня позвонил долнатов и сказал я высылаю тебе флаконы с лак пластика я еще их получу порекламирую и вот это вот не готов я то есть тут бы сейчас следующая фотография должна быть лак пластики он взял и позвонил а я не готов показать фотографию но я еще придет посылка через неделю я вам покажу вот позвонила лак пластика я буду резать черенки так и именно яблони если буду даже экономить именно яблони те самые которые страшно боятся инфекции ведь у меня уцелел сад чудом а у соседей вообще нет яблони все погибло но я отрезал только просто последнего а люди резали вот такие толщиной звуку толщиной столу как научили в общем вот такой мой короткий рассказ про именно вот эта фотография с членками навеяло ждет нелегкое время и на меня обиды будут кому не хватит хотя же высылал сибирки как по двое высылал много уссурийский бруш диких как по двое мальчишский абрикоса много высылал китайский слив великолепный подвой китайский слив это великолепший подвой вот ну завтра буду разбираться с персиками я много персиков нарезать не могу я уже терял абрикос персики они так боятся они на грани выживания а я их еще режу я ж не этот который говорит чем больше режешь тем это дерево здоровее да а а а а а а а а